Профилактика пожаров и проверка соблюдения требований пожарной безопасности – это две основные задачи, которые стоят перед Александром Рябовым и его подчиненными. В их видении более трех тысяч объектов практически каждый их день расписан. Государственный инспектор в рамках своих полномочий выходит на объект защиты с целью проверки соблюдения требований пожарной безопасности на данном объекте. Он непосредственно контактирует с руководителем объекта, проходит полностью по всему зданию, проверяет всю документацию в рамках пожарной безопасности и уже на выходе смотрит, то есть субъективно требований пожарной безопасности, либо не субъективно требований пожарной безопасности. Также инспектор имеет право привлекать виновных к административной ответственности. Проверяет сотрудник пожарного надзора не только наличие огнетушителей и плана эвакуации. Специалист ФГПН должен разбираться в проектной документации на сам объект и на систему пожарной сигнализации. Но главная цель все-таки не наказать за нарушение, а предупредить пожар. В рамках профилактических мероприятий инспектор выходит, рассказывает, вернее показывает на все недостатки, указывает на все эти недостатки и уже собственник объекта, либо руководитель организации, пользуясь своей добросовестностью, должен устранить все эти мероприятия. Но в случае проведения уже планового мероприятия, либо внепланного мероприятия по контролю, то есть проверка, учитывая, так сказать, те недостатки и нарушения, которые были зафиксированы ранее, и если руководитель организации, либо собственник объекта их не устранил, уже будут привлекаться к административной ответственности все виновные люди. Еще один большой пласт работы, который лежит на плечах сотрудников пожарного надзора – дознание. Этим занимается отделение Сергея Ларькина. После каждого пожара сотрудники выезжают на место и выясняют, почему случилось возгорание. Если полностью сгорает дотла, то прибегаем к помощи наших экспертов, которые находятся в городе Москве. Они по заявке к нам выезжают и помогают в расследовании причин пожара. По закону на выяснении причин пожара у сотрудников ФГПН есть от 3 до 30 дней. При возбуждении уголовного дела срок могут продлить. За это время нужно сделать многое, начиная от осмотра места происшествия и заканчивая поиском и опросом свидетелей. Деятельность, которую я выбрал, мне нравится за то, что в ней много моментов, которые благоприятно влияют на умственную развитость. И ты постоянно не сидишь на месте, выезжаешь, общаешься с людьми. Результаты работы сотрудников ФГПН, как правило, не видны на первый взгляд. Но вся их важность и нужность отражена в первом слове девиза МЧС России – предупреждение спасения помощь. При соблюдении всех требований пожарной безопасности можно избежать возникновения нештатных ситуаций и, самое главное, пожара. Пользуясь случаем от лица руководства ФГКУ специального управления ФПС номер 4, от лица личного состава, хотелось бы поздравить всех ветеранов, которые стояли у истоков создания Федерального государственного пожарного надзора МЧС России с 95-летием со дня его образования. Пожелать вам крепкого здоровья, счастья, успехов и долгих лет жизни. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.